Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну что же, мы начинаем. Действительно, сегодня у нас такая будет сложная тема. Дело в том, что, согласно последним недавним опросам, выяснилось, ну, я бы сказал, неприглядная вещь. Около 60% жителей Латвии не хотят работать вместе с представителями других этнических групп. Ну, вот в этом антирейтинге, вот с кем особенно не хотели бы работать, упоминается также вот и цыгане. Поэтому мы хотели бы как раз сегодня поговорить о том, как происходит интеграция, ну, вообще цыган в латвийское общество. И у нас сегодня в гостях президент Международного Ромского Союза Норман Сурудевич, который очень много делает как раз для этого, включая всевозможные интересные и международные фестивали, и очень много других мероприятий, которые проходили в прошлые годы, и мы о них тоже рассказывали. Да, действительно, вот ознакомились ли вы с данными этого опроса. Я, может быть, поясню нашим слушателям. Фонд общественной интеграции и Центр социологических исследований СКДС проводил данный опрос. Среди населения вот именно латыши, по крайней мере, этот вопрос считает, что этнические группы опасны, и они к ним враждебно настроены. И вот 33% среди прочих этнических групп назвали вот цыганы одни из самых таких вот, ну, угроз. Ну, нежелательных, да, вот по национальности, с кем бы вот они не хотели работать. Вот, в принципе, время идет, мне кажется, что такие, ну, стереотипы, которые сложились, они уже вроде должны были уйти в прошлое, но вот так ли это? Доброе утро. Ну, я думаю, они только не хотят работать, но, наверное, и жить даже не хотят, потому что, как я знаю, недавно тоже было исследование СКДС, который сказал, что 37 более процентов люди не хотят даже жить в соседству, да, с ромским народом. Ну, знаете, как я говорю, это не сегодня сложилась такая ситуация. Эта ситуация уже идет очень давнишняя. Мы несем вот этот стереотип, образ этого народа ромского уже, наверное, с того момента, когда роми вообще пришли в Европу, это с 15 века. И тогда мы знаем уже, что наш образ был написан. Вот я много изучаю сейчас эту тему, и этот стереотип, ну, не только просто в литературе мы это можем находить, но и в научной литературе. А потом поддержала это и пресса, что ромы грязные, чернолицы, там, лживые, воры, в том числе и воры воруют детей. То есть отсталые разводщики эпидемии и так далее. То есть всего-всего, что только можно найти, все можно там найти. Ну, конечно, сказано, что ромы тоже и музыканты хорошие, в том числе и очень страстные танцоры. Ну, и, конечно, конечно, познатели магии, гадания. Ну, в принципе, говорится, что уже рожденные, рожденные, ну, никчемные люди. В принципе, вот такое мы опровержение все время слышим, постоянно, это уже веками. Ну, а сейчас что, да? А сейчас вот последнее время, когда 30 лет уже мировое сообщество, можно сказать, борется вот с этими стереотипами, ну, мы видим, что добавились еще некоторые новые определения ромского народа, что они, допустим, стойкие к интеграции, то есть не поддаются интеграции, допустим, спекулянты социальных пособий, ну, много таких разных, маргиналы, допустим, тоже новое определение, то есть отсталые и много-много. Ну, мы хотим объяснить, что ромы это просто не лучше кого-то, не хуже кого-то, просто люди, которым надо найти им свое место, что и мы делаем. Вот вы сказали о том, что не способны к интеграции, маргиналы, отсталые, это вы слышите сейчас, там, в 19-м году уже нашего века, да? Откуда это доносится до вас сейчас? Это политика, это пресса, это общество, особенно, когда вы говорите про интеграцию. Вы знаете, это, наверное, результаты вот последних, последних 30 лет, когда мы видим, что столько усилий приколгается к этим новым интеграциям, чтобы найти ромам свое место, и мы видим, какую мы сегодня, ну, можно сказать, катастрофические результаты получили. Это коррупция, допустим, один из результатов, так как ромская тема сегодня, это целая индустрия созданная, все создается на фальсифицированных данных и так далее. Мы даже видим сегодня, допустим, что среди населения, допустим, есть вот это, особенно среди тех, которые тоже живут в статусе бедности и так далее, вот это жадное, извиняюсь, вот это ревность, ревность, допустим, и... Ну, кем создается, какой фальсификации? Ревность, ну как, ну так как какому-то народу уделяется больше внимания, допустим, это создает в обществе вот эту ревность, можно сказать, и вот это, ну, нехотение вот жить рядом и так далее. Ну, это такие серьезные вещи, которые... Но самое главное, наверное, что сейчас деморализация идет и в молодежи, в нашей, так как демотивация идет, а несмотря на то, что происходит, что результатов реальных нету, они не могут найти своего места, то есть для них нету такого, то есть получая, допустим, хорошее образование, наша молодежь не может получить нормальную работу, так как нету стимула учиться. Но не берут их на эту работу. Значит, наша главная задача сегодня именно поменять вот это отношение к нам. А чтобы поменять вот этот страх, ну, я думаю, надо дать им возможность проявить себя. Мы знаем, что людей боятся только из-за того, что не знают их. А чтобы узнали, им надо дать возможность себя проявить. А сегодня даже можно наблюдать, что нам боятся даже дать программы, проекты. Я не говорю уже о кредитах. Боятся покупать нашу еду в магазинах ромских, допустим, нашу продукцию. Ну, сложно это. Может быть, вы какой-нибудь пример приведете, вот такой действительно, не в общих чертах, да? Нет, ну вот, да. А действительно, когда вот человек не покупал вашу продукцию, либо не брал человека по национальному признаку на работу, ему было отказано после того, как там было выяснено, или он узнал о национальности, о том, что человек принадлежит к ромам. Нет, ну мы же сегодня живем в 21 веке, мы знаем, что открытой дискриминации нет у нас. И скрытая дискриминация, которая это явно показывает, почему маскируются все ромские, я же не говорю, что их нет. Их очень много, особенно сегодня в таких по колпоем бизнесе. В серии обслуживания. Да, обслуживания, это много парикмахерских есть, всяких ресторанчиков, много есть услужных таких предприятий, где вообще никто не знает. Даже есть в городе гостиница в Риге, ромская принадлежит, но никто даже не знает и не может представить, что это ромские. Кто владелец, да? Если узнали бы это, у них было посещение. Вы думали, что это бы сказалось в том числе и на... Я не то, что думаю, я в этом и уверен просто. 672-12-939, 672-13-939. Я напомню, телефонный при его эфире также пишите нам по WhatsApp 2061-91. У нас в гостях сегодня президент Международного ромского союза Норманд Рудевич, простите, обсуждаем сегодня в том числе дискриминацию по этнической принадлежности. Но вот, кстати говоря, если заглянуть в историю, ведь, наверное, в годы Второй мировой войны пострадавшие, если считать пострадавшие национальности, пожалуй, с евреями могут поспорить только цыгане. То есть уничтожение, геноцид цыган происходил ведь тоже в том числе и на территории Латвии. Да, во Второй мировой войне сегодня это уже публично говорят. В 2012 году, когда Ангела Меркела официально открыла мемориал возле Буздестада, вот тогда официально весь мир, можно сказать, заговорил о ромском геноциде саму Дарипен. Мы в Латвии тоже включились в это исследование, так как до этого архива, в принципе, никаких не было. Но мы добрались до архивов КГБ, где мы просмотрели 45 тысяч архивных бумаг и документально сегодня подтвердили, что в Латвии было уничтожено во время оккупации 8 тысяч ромов. Это много. То есть мы сейчас даже не говорим о фашистах Третьего рейха, да? То есть мы уже говорим о советском периоде Латвии. Нет, мы говорим о Второй мировой войне. 8 тысяч было уничтожено во время... 8 тысяч во время войны было уничтожено в Латвии 8 тысяч ромов. То есть в то время жило 12 где-то, это 2 трети было уничтожено только потому, что они родились ромами. То есть это серьезно. И мы сегодня собираем вот такую информацию во всех оккупированных странах именно когда было. И сейчас, в принципе, уже документально подтвердилось где-то в Европе около 2 миллионов ромов, что было уничтожено. Это очень серьезно. Но мы сегодня говорим даже не только о пострадавших, которых фактически были убиты, но главное, главное, чтобы были еще косвенные жертвы, не только реальные жертвы, но и косвенные жертвы, которые остались, маленькие дети и так далее. Но самое главное, наверное, ромский геноцид, о котором вообще никто не говорит, это культурный геноцид. Это был большой очень урон, так как у этого народа знания передавались из уст в уста. И вот те знания, которые мы нанесли до этого времени, во Второй мировой войне был убран целый пласт носителей информации. Это целое поколение, те, которые должны были передать информацию. И когда вот этот геноцид прошел во Второй мировой войне, то есть мы потеряли главную информацию. Если еврейский народ после своего Холокоста могли зайти в свои архивы, брать свою информацию, то есть возобновить все это, то у нас, к сожалению, такой возможности не было. У нас не было архива никакого вообще. У нас не было литературного языка никакого. То есть мы вот до сегодняшнего дня по крупицам собираем ту информацию, которую нам тысячелетиями, мы несли его. Вот это большой геноцид, о котором никто не говорит. Остались ли какие-то мемориалы, которые могли бы увековечить эти... Нет, вы знаете насчет мемориала, это отдельная история. Конечно, сегодня это надо знать, мы знаем, что... Историю надо знать, чтобы она не повторялась. И все-таки мемориал это то место, которое может объединить всех людей. То есть молодежи надо знать вот такие вещи. Мы подали, конечно, сегодня мы знаем, что очень много специальные фонды созданы, особенно германским правительством. То есть и берлинские фонды есть, и Дестаги есть специальные фонды. То есть во многих странах уже открылись такие мемориалы. Допустим, ну, даже в Украине, в Бабе Миру открылся специально для ромов мемориал. То есть в Аушвице открыт мемориал, в Чехии недавно открылся очень большой мемориал. В прошлом году открылся и в Италии мемориал для ромов. То есть во многих странах открываются мемориалы. В этом году буквально неделю обратно в Смоленске открылся, в России мемориал для ромов специально. Но мы тоже, мы тоже хотели создать такой мемориал. Для этого нам нужно было только место найти. То есть место, подходящее место, где мы могли построить этот мемориал. Хотя макет мы уже сделали уже пять лет назад. Вы нашли такое место? Нет, до сегодняшнего дня нам наше правительство не может выделить такое место. То есть его нету просто места. А если нет места, мы не можем создать проект и подать программу именно в эти фонды. Вы именно к правительству обращались? Потому что есть еще земли муниципальные? Мы пообращались и к Рижской думе, и к правительству, и в кабинет, и в министерство культуры. А по каким причинам вам отказывали? Ну причины нету. Есть просто непонятно, по каким причинам. Последний ответ, допустим, Рижской думы, было вообще предложение нам поучаствовать в аукционе и купить землю. Ну это просто, я не понимаю просто. Мы же не требуем каких-то компенсаций, каких-то делов. Хотя у ромский народ всегда был не накопителем. У него не было ни фабрик, ни своего имущества. Все, что было у него, этот неприкосновенный запас. Вы знаете, это мобильный народ был, но только после того, когда его убили, вот это все его накопление перешло к немецкому властям, то есть в эти швейцарские банки. Мы же не требуем, допустим, если 8 тысяч, ну просто простая математика, 8 тысяч, хотя бы по 5 тысяч лад, если отняли, по минимуму. Это уже огромные деньги, это более 40 миллионов, допустим. Мы же не спрашиваем компенсации. Мы просто просим, дайте нам землю, чтобы мы могли создать проект и создать мемориал, который будет служить просто нашей истории и памяти главной. У нас есть звонок, мы попросим вас на наушники. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, как вас зовут? Ваши вопросы. Доброе утро, Александр. Вы сказали, что ваш гость является организатором фестиваля. Вопрос. Два года проводился фестиваль «Цыганская песня» в Зинтаком-цезал. По прошлому, позапрошлом. Супруги получили огромное удовольствие. К сожалению, в этом году фестиваля не было. Ну, наверное, причина была плохой. Посещаемость была очень низкая. Может быть, просто было плохо разрекламировано, люди не знали, потому что действительно прекрасный фестиваль, прекрасная песня. Планируется ли продолжение этих фестивалей? Такой вопрос. Спасибо. Спасибо, спасибо. Кстати, вот наш гость принёс видеозапись с прошлого года фестиваля. Диск очень красиво оформленный. Спасибо большое. Да, как слушатели, спасибо за вопрос. Слушатели задали вопрос о фестивалях. Фестиваль – это очень важное, конечно, так как в 2015 году мы создали именно такой фестиваль, чтобы поменять отношения к нам. Мы этот фестиваль более профессиональных музыкантов приглашали со всех стран. Уникальный, уникальный фестиваль. Такого рода может быть даже первый в мире на таком уровне. Ну, конечно, любой фестиваль – это очень большие финансы. Если вас не поддерживают, очень сложно держать. Но нас убедили, что если мы продержимся 2-3 года, то, конечно, помощь будет большая. В прошлом году мы провели четвёртый фестиваль. Как слушатель задал вопрос, первые два фестиваля проходили в дзинтер-концертзале в Юрмале. Так как у нас впоследствии не было возможности уже в третий год провести его в Юрмале, это связано с финансами, следующий год был в Риге сделан. Мы его провели в Плендер-Палосе. А, не, в Плендер-Палосе. В Плендер-Палосе, да, и последний, в 2018-й, был в Эфе. То есть новый зал, очень хороший, тёплый, конечно, не такие марштабы, но всё равно было всем интересно, и всё, он прошёл хорошо. То есть своими силами это сложно. И сегодня должен быть, в этом году был пятый год. Мы очень много сделали программ специально под этот фестиваль, так как нас уверили, что и Реческая Дума поможет, так как и в ней есть специальные программы для фестивалей, которые более двух год работают. Култур Капитала Фонс. Мы написали в общей сложности шесть проектов в этом году, но, к сожалению, вот ни один проект не получили. Это сложно, так как два года подряд мы не получаем ни одну поддержку полностью на этот фестиваль. Я не знаю, как мы в этом году проведём его, этот пятый фестиваль, хотя хочется его провести, обязательно нельзя терять такой инструмент, так как параллельно этому инструменту всегда этим фестивалем шли большие политические события именно ромского народа. Если вы не знаете, я могу просто вкратце сказать, что в первом фестивале в 2015 году был Всемирный ромский конгресс создан в Рижской Думе, который провёл, вот тогда меня и выбрали президентом этой огромной организации, которая объединяет 47 стран всего мира, где более 200 делегатов было собрано. Второй год мы сделали очень уникальные такие встречи, первую конференцию, конгресс, можно сказать, сеньора сделали. Тогда была тема нашего ромского геноцида, очень сильно поднята тогда, именно тогда. Мы первый раз создали живой архив, то есть мы собрали очень интересный архивный материал. А где он сейчас хранится? Как? Где он хранится сейчас? Он хранится на нашем сайте, Living Memory, там можно послушать это всё и увидеть все эти мероприятия. То есть мы стариков собрали не только с балтийских стран, но и со Скандинавии приезжали, с Польши, с Украины, с Белоруссии, с России. То есть для пожилых людей, для наших сеньоров, это было уникальное событие, так как по вечерам они приходили на этот уникальный фестиваль, эта встреча с молодёжью. Я считаю, что каждый посетитель этого мероприятия получил минус 10 лет своей жизни, это 100%. Да, третий год у нас тоже был очень интересный, у нас было собрано пленарное заседание Международного Ромского Союза, где обсуждались очень интересные новые движения, то есть создаются постоянно новые потоки, вот эти новые политические решения выбираются всего ромского народа, так как президентура в те годы перешла уже, можно сказать, в Ригу. И вот в прошлом году был вообще уникальный год такой, не только столетие Латвии было, но для ромского всего народа, это 50-миллионного народа, который сегодня живёт в мире, был очень знаменательный год, это было тысячелетие, как их вывезли из Индии, из города Канауджи. Такое уникальное событие было, которое тоже в Риге было собрана, специальная конференция на эту тему, где были очень интересные лекции по этому поводу, то есть мы обговаривали сотрудничество с Индией, сегодня очень интересный у нас идёт разговор именно на эту тему, так как Индия признала ромский народ как диаспору, и это очень важно для нас, так как ромы тысячу лет, можно сказать, были как беспризорниками, то есть без отца, без матери, и тут после тысячи лет нас признают, что появился у нас старший брат. Для нас, конечно, это очень важно, и сегодня мы видим, что у индийского правительства создаётся, готовится законопроект специальный в парламенте, в котором мы тоже принимаем участие, чтобы получить статус меньшинства, статус меньшинства официальный, который любой ром, наверное, в мире сможет получить или вид на жительство, или гражданство индийского народа. Я не говорю, что сейчас ромы все встанут и поедут в Индию. Нет, я думаю, этого не произойдёт, и, наверное, это никому и не нужно. Индии сегодня другие интересы, но это 20-миллионный ромский народ, который живёт в Европе, он интересен, допустим, сотрудничать с ним, чтобы свою экономику, которая сейчас... Поддерживает связь. ...серьёзно, да, поднимается в Индии, чтобы через ромский народ он забрался на европейский рынок. Это будет, наверное, интересный мост создан не только... И мост через Латвию, то есть я всё подчёркиваю, что, в принципе, мы... Да, ну не только Латвия, обязательно Латвия просто та точка, которая вот сейчас имеет вот эту президентуру, вот этого ромского народа. В виде вас, да, как логистический узел. Ну, то есть вот эта работа такая интересная идёт, я думаю, от этого поимеют все, не только Индия, но и Европа поимеет, так как сегодня всё-таки этот народ есть проблематичный, это большой напряг и в социальных, и в других сферах. И если ему дать нормальное место и нормальную работу, он станет налогоплательщиком, то есть это будет интересно. Вы сказали о том, что, в принципе, ромы, живущие здесь, в Латвии, имеющие бизнес, оказывающие те или иные услуги, вынуждены скрываться, не раскрывать своё имя о том, что они являются владельцем, допустим, там, определённого предприятия. Иначе в противном случае, если бы другие об этом узнали, то это сказалось бы в том числе на потреблении, да, но на... Ну, на самом бизнесе. Прибыли, да, на самом бизнесе. У меня такой вопрос. В связи с этим, ромы, живущие в Латвии и в других странах Европы, они стесняются своей, ну, может быть, своего этноса, или почему, в конце концов, у человека на лице не написана его национальная принадлежность? Да? Как это устроено? Вот в других странах Европы, например... Да нет, даже у нас. Да нет, я думаю, везде одно и то же. Мы знаем, Чарли Чаплин был ромским, национальность, но никто не знал об этом. Только вот в конце жизни только узнали, что он, оказывается, не то что наполовину цыган. Он чистый цыган, который родился в Кибитке, и всю жизнь он скрывал это. Элвис Преслый тот же самый, допустим. Тимоти Далтон, допустим, голливудские звёзды. Но есть много таких, я могу многих назвать, таких лидеров. Вот, допустим, мать Тереза, допустим, албанская цыганка. Корни везде есть, у многих, допустим, но никто не афиширует. Там есть этот стереотип всё-таки, его так просто не убрать. Почему мы делаем вот эти фестивали? Чтобы поменять отношения. Грандиозные музыканты, звёзды первой величины к нам приезжают уже не один год. И посещение, конечно, небольшое, можно сказать, даже больше благотворительных концертов, приглашённых людей, чем покупают эти билеты. Но из-за чего? Из-за этого страха, как я говорю. Просто люди думают, ну что, или это самодеятельность приезжает, или кто. Конечно, кто побывал хоть раз на таком мероприятии, он ждёт потом вторично, потому что там явно интересная музыка. Там шикарные музыканты из Франции приезжают, с Румынии, с Италии, с России. Ну, по-настоящему высокого уровня музыканты. В Испании, допустим, приезжал вообще мегазвезда Питинго, который знают все полностью. Его один концерт стоит 70 тысяч евро, допустим, если его купить. К нам он приезжал, конечно. Да, шикарные концерты, да. Господин Рудеевич, у нас в графе «Национальность» в паспорте Латвии можно по желанию человека указывать национальность, а можно не указывать. То есть это по желанию гражданина. Вопрос представителей Ромов. Они чаще всего оставляют эту графу пустой. Можно действительно указать Ром, что написано? Или вот как, допустим, у вас в паспорте? Ну, вы знаете, конечно, это та тема, которой всегда Ромы скрывались. Допустим, мой отец был латыш уже в паспорте. Если у него не было бы этого паспорта, может, они его живы не остались бы в Второй мировой войне. У меня жена полька, допустим. Хотя все мы чистокровные Ромы. Мать у меня была русская по паспорту, потому что она была с Москвы родилась, православная. Ну, то есть... Ну, просто я хочу понять, до сих пор скрывают, либо есть те, кто уже пишет, допустим, «Национальность», «Ухажите Рома». Специально никто не пишет. Мы сейчас другое. Сегодня, конечно, это очень важно. Вы хороший вопрос задали. Сегодня интересно быть Ромом, так как специальные программы создаются для Ромов. Льготы есть для Ромов. Вот сейчас, допустим, если начнется вот эта программа с Индией, допустим, чтобы получить вид на жительство или гражданство Индии, надо будет доказать, что ты есть ромская национальность, иначе начнутся большие тут манипуляции, вот так как много очень... Сейчас большая миграция в Европе, особенно с североафриканских стран, которые заездили в Европу, которым это очень интересно, допустим, попасть в эти ромские программы. И они похожи на Ромов. То есть, ну, короче, контрольный механизм мы сейчас создаем. Это дополнительный документ к любому гражданскому паспорту. Это ID-документ для Ромов. Сейчас мы создаем его, который будет доказывать, что ты ромская национальность. Конечно, в первые годы это очень противились, то есть специально делали разные возможности, чтобы мы не внедрили, не создавали вот эту информационную, свою личную базу, так как это все-таки контрольный механизм для всех этих программ, чтобы все доходило до конечного потребителя для Ромов. Наденьте, пожалуйста, новушки. Да, у нас есть вопрос. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый год. Меня зовут Юрий. Сейчас я буду. Немножко потише приобретать. Вы знаете, какая вещь. Вот господин Рудевич, у него была когда-то такая идея, что построить поселок с инфраструктурой, с какой-то производственной базой, где бы, так сказать, у них там самоуправление Ромов было и все прочее там, да? Вот, и чтобы они там жили, что-то производили, какую-то продукцию. Как эта идея? Заглохла совсем или еще есть, так сказать, варианты? Да, спасибо большое. Спасибо за вопрос. Да, эта идея, конечно, не заглохла еще, можно сказать. Мы еще мечтаем, что мы ее все-таки воплотим в жизнь. Это серьезная экономическая программа, которая нужна. Это стимул для нашей молодежи, чтобы они учились, получали хорошее образование и были востребованы. Это технологи, инженеры, юристы, бухгалтеры и так далее. Конечно, опять все упирается, упирается в партнерстве. Таким большим проектом нужно, партнерство именно от государства, чтобы выделялись какие-то софинансирования, чтобы было. Иначе не добраться к этим европейским фондам, к этим бюджетам, без софинансирования, конечно, государства. Чтобы получить софинансирование от государства, это надо специальный закон принять в кабинете министров, чтобы выделился специальный бюджет под эту программу. То есть это та работа, которую сейчас потихонечку мы делаем. Конечно, время уходит, но она двигается потихонечку. Конечно, это наша мечта, наше будущее, и мы, конечно, хотим, чтобы эта мечта сбылась. Мы не остановились, мы работаем. Может быть, вот сейчас, вот эти последние процессы, которые у нас, сотрудничество идет, переговоры с индийским правительством, может, это как-то будет способствовать и убыстрить вот эти все процессы. Как и любой этнос, проживающий в меньшинстве на той или иной территории, он борется все-таки за, может, сохранение своих традиций, культуры, ну, в частности, язык – это одно из главных проявлений. Русскоязычные жители в Латвии живущие, часть из них сейчас активно выступает и выступает против, допустим, реформового образования, перевода всех-всех-всех узов и школ на латышский язык. Как у представителей ромов в Латвии? Есть цыганский язык, который вас объединяет, владеете ли вы этим языком? Как передаются знания. Или этот язык уже не используется, и преимущественно вы разговариваете на том языке, там, в стране, в стране проживания? Ну, вы знаете, буквально, ну, недавно мы были в Индии, именно об этом очень серьезно говорили, так как ромский язык, он единый, он единый, и интересный момент... А что это за язык? Я просто знаю, есть разные... Цыганский, есть домария, есть... Не-не-не, ромский очень много... Но он подразделяется... Это диалекты, диалектов бывает много, да. Ну, и основной язык, это тот язык, который мы вышли тогда, когда в X веке, в XVIII году нас выведли из Индии, это был тот период, когда еще не менялся санскрит на хинди. То есть мы вышли гораздо раньше, чем поменялся язык санскрита на хинди. И мы больше и более сохранили вот тот древний санскритный язык в нашем языке, как хинди. И сегодня есть конкретное определение, чисто процентуально, что ромский язык сохранил 70% санскрита, а у хиндии только 50%. Что я видела письменности арабскую и латиницей, и кириллицей, да, в зависимости, вот если мы говорим там о ромах периода советского, то есть я видела письменность кириллицей. Я хочу... В каком виде она сохранила это здесь? Нет у нас своей письменности вообще у нас не сохранилась. Я говорю, литературный язык был в Латвии, допустим, создан в 91-м году только, и то его создал мой отец, Карл Срудевич, первый, который создал литературный язык ромский. До этого вообще ничего не было. Ни одной книги написано не было. Вот сейчас только всё это создаётся. А молодёжь владеет этим языком? Ну, конечно. Нынешняя? То есть ваши дети? А как она обучается? То есть это передаётся в каких... Ну, это родной язык, он обучается с пелёнок, с детства, то есть все в своих семьях говорят на ромский. Ну, это большой-большой козырь, наверное, и сегодня поняли, когда границы открылись, сегодня очень важен этот язык, так как мне не надо ни в какой стране переводчика иметь. Я сразу посмотрел глазами, допустим, нашёл рома, она нашёл, и он мне сразу переведёт. Где бы я ни был бы, или я в Испании, или я в Италии, или я в Афранции. Ну, вот когда конгресс у вас там 47 стран, да, собирается проводить? На одном языке. На ромском, да? Конечно, диалекты есть разные. Тут есть, можно сказать, три вида было, чисто лингвистически было, исход из Византии. То есть мы были в Византии до XI века. В XI веке первые выходцы были, дошли до Испании и до Финляндии. Это две страны только в мире, где не сохранился ромский язык, так как очень большие репрессии были там. То есть вырывали, можно сказать, языки даже за этот язык. Потому там не сохранился. Вторая большая эмиграция была, когда образовалась Османская империя, это XV век. Вот тогда тоже и в Латвию зашли. И вот тут корни все очень близкие, все одинаковые, никаких проблем нет. Есть маленькие диалекты, так как много слов новых появилось, и просто брали из той среды, где они проживали. И третья эмиграция была, когда разбили Османскую империю, это XVIII век уже. Вот эти балканские ромы, когда вышли, это румыны, болгары и югославы. Вот это та группа люжей, где диалект чуть-чуть отличается от этого основного языка. О XV веке мы знаем, это уже Колумб открыл Америку, это выезд было и в Америку, и в одну сторону, и в другую сторону. То есть в основном говорят вот на этом языке в XV веке, которые корни очень близкие. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро, господин Рудевич. Вот проходя по улице Кати, между скалой и скарню, я увидела неприметную табличку музея ромов. Расскажите немножечко об этом, может быть, спасибо. Спасибо. Я, кстати, вот там был как раз-таки. Да, это наш музей, музей был, ромский культурный центр. На Кальтию открыл, в 2013 году был музей, но он там был пару лет. Мы сейчас переехали на дом Лаукомс 8а, где он и сегодня существует. Это первый музей, можно сказать, Европе, истории и художеств. То есть, так как в Латвии именно был первый ромский художник Карлос Рудевич, который показал ромскую душу через картины. И уникальность вот этого музея, это вот это первые в мире картины, которые показывают именно цыганские легенды, цыганскую культуру. А главное, вот как я говорю, не передается ромская душа через танцы или через песни, а через картины. И вот сейчас он, правда, ушел очень рано в своей жизни, в 63 года, и начал рисовать очень поздно, в 50 лет. Но за эту короткую жизнь он оставил более 100 картин, которые можно посмотреть сегодня в этом музее. Но сегодня, буквально в прошлом году, у нас такая интересная новость, новость, что его внучка Арнелла, которая начала тоже рисовать, то есть пробился талант у ней. И в прошлом году в Рижской думе была первая ее персональная выставка, которая очень интересно прошла, очень много людей интересных, знатоков было. Ее оценили довольно-таки высоко, можно сказать. Сейчас она готовится к большой выставке. В Индию ее приглашают, в Индии эту выставку показать. Так что о ней мы еще много услышим. Опять же, в нашем государстве, в Латвии появился новый вот такой талант, который сможет показать нашу культуру, наши традиции, наши легенды через картины. А как посетить музей в Думу Лауконс? Это нужно специально договариваться, или он открыт? Ну, знаете, вообще-то он открыт, но желательно, конечно, мы такую информацию даем, что надо группам. Это будет интересно, так как подготовить надо гида, чтобы был гид. Гид, конечно, может у нас быть на всех языках, и на латышском, и на русском, и на английском. Но предварительно надо просто заявить о себе. То есть желательно до 15 человек мы можем принимать. Недавно в соцсетях такая дискуссия разгорелась латвийских пользователей о том, как правильно обращаться к ромам. Был сделан вывод о том, что слово «цыган» практически как-то исчезло из употребления. Более того, некоторые предположили, что эта форма стала уже оскорбительной. И вот есть три варианта. Это представители ромальской национальности, это ром, либо ромал, либо цыган. Ну, является такой действующей формой обращения. Может быть, поясните, что правильно, что неправильно, что действительно обидно, что является таким, может быть, международным обиходом. Я понимаю, что ром – это чисто европейская традиция. Ну, знаете, вот в нашей половине Европы, допустим, мы как цыгане удержали вот этот бренд, это имя, на более нормальном восприятии. Именно слово «цыган» для вас не представляет никакого… Ну, и сериал знаменитый, нет, фильм «Цыган». Да, да, мы просто не допустили. Допустим, в западном мире «цыган» – это уже, можно сказать, ругательское слово. Оно вот появилось из Балканов, оттуда. Они вот это имя. То есть это название «цыган», это нас так называют, не «цыгане». «цыган». Ну, это, как, допустим, евреев называют «жиды», там, латгальцев – «чангалы», там, россиян – «москали», украинцев – «хохлы». Это кличка «цыган». Мы сами себя «рума» называем. То есть, ну… Ну, смотрите, если вы сравниваете с «жидом», то это мы знаем, какой оттенок такая, может быть, отрицательная коннотация, и не только в негативном исключительно ключе, да, евреев называют «жидами». А в данном случае для вас «цыган» является тоже какой-то вот оскорбительной смыслом? Ну, знаете, «цыган» тоже есть, там, а «цыганился» они… То есть, «рома цыганился», да, говорят? Ну, знаете, ну, много есть. «цыгане» – это кличка, я вам еще раз говорю. Это так называют нас, не «цыгане». Сегодня, сегодня мы сами себя называем всегда «ромами». Ну, значит, если сегодня где-то в западном мире, так как мы объединились, и в западном мире это такое негативное слово, можно сказать, так как Европа приняла все-таки. А еще можно встретить «ромал», правильно ли это? Да, ну, вы знаете, надо самое главное, как ты вынестишь это слово, какая разница, как тебя называют. Только, как говорится, в печку не кладите. Главное себя как-то поддержать на этом уровне. Мы как-то удержались в постсоциалистическом вот этих странах. Ромы как-то себя, вот слово «цыган» как-то удержали на нормальном уровне, и нам не было задорно или как-то неуютно, когда нас называли «цыганем». Да, нам подсказывают, что время подошло к концу. У нас в гостях сегодня был президент Международного ромского союза Норман Сырудевич. Спасибо большое, что к вам пришли.